Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «Зердат». В этом проекте мы рассказываем о наших выпускниках и их профессии. В этом выпуске мы приветствуем нашего выпускника Инженерно-технического института Айтала Неустроева. Айтал выпустился в 2019 году и сейчас занимается разведением перепелок в Ангинском Илусе. Чем ты сейчас занимаешься? Расскажи вкратце. Ну, фермерское хозяйство — это очень-очень сложно. На данный момент мы вот только начинаем развиваться. Ну, пришло три года. Да. Полных три года. И это момент, когда бизнес только начинает раскачиваться и входит в какое-то русло. Верно? Да. Я вот вначале не знал, подошел, просто вот желание было, огонь в глазах и просто вот взял и сделал. А надо было раньше вот бизнес-план сделать хороший очень, все расходы там рассчитать. Вот тогда бы было легче. Какие запоминающиеся моменты у тебя остались со времен студенчества? Может, какие-то конкурсы? Да. Я участник WorldSkills в момент защиты диплома. Я тогда вот участвовал на там специализации или как профессия плиточник. Конкурсы провели. Я там участвовал. Случайно выиграл. И тогда вот мои преподаватели, наставники, настояли на том, что дальше я буду участвовать. Ну, я долго не думая согласился. Потом подготовился там в институте, в первом этаже. Потом позвали на отборочных турах в Москве, где соревновались 36 регионов. Ну, это много. Да. Там большой ангар. Вот со всех регионов пришли. И там два... Три дня по шесть часов там клали плитку. Попал вот в финал. Из 36 выбрали десятерых. И потом обратно приехали и подготовились в финал. В финал поехали в Краснодар. И там седьмое место занял. Вот могу рассказать, как мне помог с Уфу стать фермером. После участия в WorldSkills, я вот момент тоже после защиты диплома там пришли все однокурсниками. И в столовой идти, обедали. И у одного, вот, однокурсника был журнал красный такой. Это статьи там. Предприниматель Якутии. Да, предприниматель Якутии называлось. И мне как бы интересно стало. И попросил у него взять. Он дал. Я вот полистаю, смотрю там статьи начинающих предпринимателей. То есть были вот спортсменами. Вот много заслуг было. Вот один парень мне очень вот... Ну, его статья понравилась. Он, да, боксером был. Десять лет занимался. И вот от спорта к фермерству перешел. И как бы я думаю вот о себе. Есть ли кто-то другой там, может. То есть я попробую. Может, у меня получится. Но все равно студенческие годы, это же все равно сформирование какого-то комьюнити. Ты во время учебы знакомишься с очень многими людьми. И все равно твои одногруппники в любом случае тебе помогут. И преподаватели тоже посоветуют. Становятся твоими клиентами, которые покупают у тебя и так далее. Все равно же поддержка какая-то есть? Да, конечно. Вот мне нравилось как бы в СУФУ. Очень много вот талантливых людей, студентов. Вот иногда с ними встречаешься и там разбираешь какую-то тему, там на какую-то тему разговариваешь. И тогда вот момент разговора, там взрыв мозга происходит. От этого все может начаться, вот бизнес как бы. И мне очень нравилось, когда вот много таких ребят есть со всеми. Там разговариваешь, у кого-то такие идеи, у кого-то такие. Давай вместе соберемся, попробуем это сделать, это сделать. Ну, после этого сразу в пригороде купил перепелов 50 штук. И поехал домой, там в Амге, Сатыгайский, на селе. Там старый, вот в моем участке там, участке родителей фирмы была старая. Там 15 лет назад держали корову, больше никто там не ремонтировал. Я вот как бы строитель, сам отремонтировал, и один год зимовали. Печку в день три раза топил. Ну, это все опыт. После этого мне предложили, вот АМГА, администрация АМГИ, там УСУХА, мне предложили участвовать на конкурсах Министерства сельского хозяйства, начинающую фермер, агростартап. Я вот, мне форму отправили, мы изучили, то есть я изучил. И после этого пришел вот в центр карьеры с УФУ. Там Индеев Александр мне очень сильно помог. Сделали проект, и Александр мне предложил вот участвовать в третьем форуме, где вот студенты, выпускники защищают свои проекты президенту, там, министра. Президенту республики? Да. Тогда Егор Афанасьевич Борисов президентом был. И вот тогда я нигде не выступал, волнение очень, даже руки шатались. Вот сейчас как бы уже привычно. А вот тогда очень волновался сильно, не мог говорить даже. И вот учился, учился, учился. Потом Саша мне вот проект сделал, такой, тезис, что буду рассказывать. И вот в третьем форуме восемь проектов было. Я самый «э» посередине был, шестым или пятым. Вот выхожу на пятистал, там, здоровый со всеми. И до меня все вот проекты были IT там, в сфере, как бы технологические, там, инновационные технологии. А у меня был проект, вот, фермерство, разведение перепелов. А вот зал, все там сразу... Заинтересовались, да? Нет, наоборот, типа, смеялись. А, да? Как-то мне стыдно стало. Покраснел даже вот так. И вот так рассказываю, еле-еле как. Потом в этот момент Егор Фанасьевич берет микрофон и сам встает и вот так поворачивается в зал и говорит то, что фермерство – это в нашей республике самое, типа, ну, хороший проект, сказал. Ну, после этого Егор Фанасьевич познакомил меня, вот, с министром сельского хозяйства и дал приказ, чтобы осуществить эту идею. Как бы... То есть тогда? Да, тогда вообще никто не разводил перепелов. Ну, вот, окраине города в домашних условиях держали, а вот в больших количествах, там, в других регионах, там, не регионах, улусах, никто не держал. Я вот... Ну, это первый такой большой проект для всей республики, мне кажется, вот, разведение перепелов, да? Да, в то время, вот, в девятнадцатом году защитил перед министром свой проект, и вот после того, как Егор Фанасьевич дал приказ, я вот поехал в АМГУ, в администрацию УСХ, и с ними мы сделали проект, как бы, сильный, ну, со сметами, там, с расходами. Там все вычислено было по смете. И поэтому, по этому проекту мы участвовали в конкурсе, и вот выиграли. Мне, вот, моему проекту, да, дали три миллиона на постройку фермы. Надо было, нужно было нанять строительную компанию, так как, ну, это большие деньги, ну, вот, поэтому нашел строительную компанию и построили ферму. И в январе, так, двадцатого года, вот, причислили зимой, шестнадцатого ноября, там же зима была, вот, строить нельзя было. И вот один год подождали, и летом двадцатого года уже построили, и там перенесли. Там уже началось максимальное расширение перепелов. Работали два инкубатора, БЛИЦ-120 и БЛИЦ-72. Ни о чём не говорит, но очень интересно, а, видимо, большие. Да, 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 но профессиональные, ну, как бы бытовые, но чуточку профессиональные. А сколько сейчас перепёлок у вас? Так, у меня сейчас девятьсот с чем-то. Вау. Ну, в прошлом году у меня было тысяча четыреста голов было, и вот, когда вот защищал проект, я там не учёл систему отопления. То есть пластиком провёл, и зимой, грусть, не выдержало, лопнуло, и вот тысяча четыреста остались только шестьсот, и вот летом набираем опять оборот. А что вы делаете с мёртвыми перепёлками? На утилизацию. На утилизацию, да. У вас, получается, только яйца перепелиные, да? Да, сейчас на данный момент только яйца, а есть тоже мясо, но для этого надо анализы задавать. Ну, отдельный цех какой-то, да? Я сам кушаю. Вкусно? Да, по объявлению Юле там покупают все. Спрос большой, кстати, да. Вот одна тушка перепелов весит, ну, с размером, как голубь жесть, как голубь с размера, а весит от ста пятидесяти до трехсот грамм. И вот одна тушка стоит двести рублей, получается в килограмме пять двести грамм, тысяча рублей килограмм. Ничего себе. Ну, это вообще очень хороший бизнес. Вы можете делать фуагра. У меня вот после участия в агростартапе, можно вот после отчитания три года, если вот сдать декларацию, там у тебя бизнес не в минусе, а в плюсе, тогда можешь участвовать уже в семейном гранте. Мне так проконсультировали МСХ, в Минсельхозе, там можно вообще очень большую фабрику построить. Ну, как бы, сейчас, сейчас как бы много знаю, но не хватает, надо собрать команду, и там сумма уже 15 миллионов. А сколько человек у вас в команде сейчас? Сейчас нас трое, включая меня, два работника. Вот, скажу так, зрителям, да, если вот какое-то желание есть чем-то заниматься, заняться, то идите вперед. Там в министерствах очень много конкурсов проводят по гранту. Я тоже сперва, вот, когда учился, думал только, вот, мне это, как бы, не усилить, типа, не осилить. Как бы, как бы, поверхностно думал, то, что кто-то другой этим занимается, а не я. Я не так от себя зависит, как ты думаешь, вот, настойчивость. То есть, если ты даже не понимаешь, но все равно идешь, а потом все равно поймешь. Ну, это благое дело. Ну, конечно, да, развитие республики. Вообще, если вот заходить, вообще очень-очень много этих инвесторов. Можно даже инвесторов найти. Тот, кто много общается, вот, психология там, там тоже важна, как бы, как ты подаешь людям. Допустим, ты инвесторам встречаешься, находишься, там надо переубедить человека, то, что это очень настоящий, вот, проект, вот, таким ребятам легче будет. Где можно купить ваши перепелиные яйца? Я сейчас работаю с гурме. Петровского 12-1 гурме, так, Черношевского ресторан-кантри на проспекте Ленина, республика. Там гурме есть, там тоже доставляю. Так, еще работаю с мясным двором. Хорошо, все, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот, спасибо, что пришли. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok